Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим об основной проблеме акушерства, акушерской анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии. Сегодня мы поговорим о преэклампсии, но, конечно, так как это анестезиология и реанимация, мы поговорим о тяжелой преэклампсии и об эклампсии. И начну я с фразы замечательной Генри Хегейна о том, что для одних наука богиня, для других дойная корова. И реально, если вы зайдете в ПАБМЕД, в любую другую поисковую систему в интернете, то вы найдете более 700 методик пролонгирования беременности при тяжелой преэклампсии, более 700 авторских методик. Хотя, конечно, любой из нас понимает, и дальше я вам покажу это, что пролонгировать беременность, не зная точно патогенез этого состояния, это совершенная утопия. Принято в нашей стране и во всем мире применять международную классификацию болезней 10-го пересмотра, и это очень важно, что ушли в прошлое такие состояния, как гистос, и сейчас это тяжелая преэклампсия, вы видите, 14.1 и эклампсия. Также есть, конечно, клиническая классификация гипертензивных расстройств во время беременности, куда входит преэклампсия и эклампсия, преэклампсия и эклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии, гестационная или индуцированная, собственно, беременностью артериальная гипертензия и хроническая артериальная гипертензия, существовавшая до беременности. Это гипертоническая болезнь, вторичная симптоматическая артериальная гипертензия. Что такое артериальная гипертензия? Это состояние, характеризующееся повышенным уровнем артериального давления. И именно цифры в нашей стране приняты выше 140 мм втутного столба, систолическое давление и диастолическое выше 90 мм втутного столба являются уже достаточными для соответствия критериям артериальной гипертензии. Цифры ровно 140 и 90 являются именно признаком тщательного наблюдения за такой беременной женщиной. Гестационная, индуцированная беременностью, артериальная гипертензия – это повышение артериального давления, которое зафиксировано впервые после 20 недель беременности, но не сопровождается протеинурией. Диагноз гестационной артериальной гипертензии может быть выставлен только в период беременности. При сохранении повышенного давления к концу 12 недели после родов диагноз гестационной артериальной гипертензии меняется на диагноз хронической артериальной гипертензии. То есть это, можно сказать, та же хроническая артериальная гипертензия, которая возникла или стартовала именно во время беременности, так как беременность является как бы лакмусовой бумажкой для развития многих заболеваний. И тогда диагноз уточняется после дополнительного обследования в соответствии с общепринятой классификацией артериальной гипертензии. Либо это гипертоническая болезнь, либо вторичная симптоматическая артериальная гипертензия. И, собственно, хроническая артериальная гипертензия – это гипертензия, которая диагностируется до наступления беременности или до 20 недели беременности. Здесь очень важно понимать, что многие пациентки, конечно, до беременности не меряют давление, но какие-то случаи головной боли, периодического повышения давления должны и могут расцениваться как хроническая артериальная гипертензия. В любом случае, если она возникла до 20 недели беременности, то это случай именно хронической артериальной гипертензии. Если же артериальная гипертензия возникла после 20 недели беременности и не исчезла в течение 12 недель, то есть вначале мы ставили диагноз как гистационная артериальная гипертензия, так она после 12 недель беременности будет уже после родов, вернее, будет также уже классифицироваться как хроническая артериальная гипертензия. Но, понятно, поставим этот диагноз уже только ретроспективно. И, собственно, преэклампсия. Это мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности, то есть после 20 недели, характеризующееся артериальной гипертензией в сочетании с протеинурией, более 0,3 г на литр суточной моче, нередко в сочетании с отеками и проявлениями полиорганной, полисистемной дисфункции недостаточности. Есть только одно акушерское состояние, одна акушерская патология, когда мы можем сказать, что преэклампсия, эклампсия развивается до 20 недель беременности. Это трофобластическая болезнь или, как раньше это называли, пузырный занос. Это то состояние, когда преэклампсия, эклампсия может возникнуть до 20 недель беременности, но тогда требуется, конечно, прерывание такой беременности. При эклампсии, эклампсии на фоне хронической артериальной гипертензии диагностируется у беременных, когда есть исходная хроническая артериальная гипертензия, и после 20 недель впервые присоединяется протеинурия, опять же 0,3 г белка и более в суточной моче, или заметно увеличивается ранее имевшаяся протеинурия. Либо прогрессирование артериальной гипертензии у тех женщин, у которых до 20 недель беременности артериальное давление контролировалось, либо появление после 20 недель беременности признаков полиорганной недостаточности. Вот в этих случаях мы будем говорить уже не просто о хронической артериальной гипертензии, а о преэклампсии и эклампсии на фоне хронической артериальной гипертензии. И такая преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии развивается почти в 22% случаев и имеет неблагоприятный прогноз для женщины и для плода для новорожденного. В 55% случаев гистационная артериальная гипертензия также прогрессирует в преэклампсии, почему очень важно тоже выделять эти состояния. А сама преэклампсия осложняет течение беременности где-то в 2-5% случаев и осложняется эклампсией до 1-10% случаев. Хелп-синдромом в почти 0,8% случаев и вы должны понимать, что тяжелая преэклампсия с ее осложнениями эклампсией и Хелп-синдромом как причина материнской смертности встречается в более чем 20% случаев в нашей стране. Но чемпионами по преэклампсии и эклампсии, чемпионами по материнской смертности от этого осложнения беременности являются на данный момент в мире страны Южной Америки. Так же как по кровотечениям лидирует у нас африканский континент, по преэклампсии лидирует Южная Америка. Это люди испанской расы. И на последнем международном конгрессе общества по изучению артериальной гипертензии у беременных, вы видите, президент этого общества привел какие параллели, что сейчас очень много говорят о лихорадке Эбола. Так вот, от лихорадки Эбола с марта по октябрь 2014 года погибло 4,5 тысячи человек. И в это же время от преэклампсии и эклампсии погибло от 20 до 40 тысяч человек. То есть в 10 раз больше людей. И, конечно, никто не придает такого значения преэклампсии, только специалисты, кто работает в этой области. Так вы видите, до 10 миллионов случаев в год преэклампсии во всем мире, около 76 тысяч матерей умирает и около 500 тысяч детей. То есть около 600 тысяч людей каждый год умирает от преэклампсии, эклампсии и от хелп-синдрома. Что же происходит? Почему столько лет занимаются этиологией, патогенезом преэклампсии, и как тоже президент этого общества сказал, что мы столько стали знать уже о второй стадии развития преэклампсии, и мы никак не можем вылечить это осложнение, мы никак не можем уменьшить частоту этого осложнения, и мы никак не можем снизить именно частоту этого осложнения в материнской смертности. Это, конечно, повышение возраста беременных. Многие сейчас женщины откладывают беременность, делают карьеру, или там происходят какие-то проблемы у них, допустим, с детьми. То есть сейчас вырос возраст беременности. И если раньше был возраст, когда уже говорили 28, это уже возрастная первородящая, то сейчас многие только после 30 начинают планировать беременность. И очень много сейчас случаев экстракорпорального оплодотворения, то есть искусственного оплодотворения. Многоплодные беременности и с этим тоже связаны. И вот на фотографии представлены, это данные из интернета, самые возрастные, первородящие в мире. Это чета из Индии, им 64 или 68 лет, но вы видите, супруг как-то немножечко огорошен. Как говорится, поскребли по сусекам, вот родили ребенка уже в таком престарелом возрасте. Ну, не престарелом, а в таком достойном возрасте. И надо отдать должное, эта женщина у нее как раз при эклампсии, эклампсии не было. По поводу патогенеза. Ну, этиология, она, понятно, связана с беременностью. Только беременность вызывает такое состояние. А по поводу патогенеза, вы должны помнить, что в Чикаго, в медицинском университете, где на фронтоне здания находятся памятные, так сказать, доски, плиты людям, которые внесли большой вклад в открытие в области здравоохранения, медицины. Так вот, место для человека, который изучит патогенез при эклампсии, оно до сих пор пустует. Пожалуйста, это может быть ваше место, дерзайте, потому что все больше сейчас исследований. И вообще при эклампсии считается такой болезнью теорий, потому что очень много теорий патогенеза. И одна из последних теорий, которая на самом деле, я думаю, много дает для практики, это то, что при эклампсии является синдромом системной воспалительной реакции, возникающей при беременности. Впервые в 1991-1992 годах описал Бон эти состояния, синдром системной воспалительной реакции, конечно, для сепсиса, для септического шока, и описал, значит, критерии синдрома системной воспалительной ответа. Сейчас принято говорить синдром системной воспалительной реакции, и показано, что организм не может на каждое критическое состояние реагировать разными реакциями. То есть показано, что это универсальная реакция, которая возникает на любое критическое состояние, как на геморрагический шок к кровопотерю, на массивную травму, на панкреонекроз и так далее. В том числе, таким же состоянием является тяжелая при эклампсии и эклампсия. И на одной из согласительных комиссий по изучению синдрома системной воспалительной реакции показано, что одним из основных критериев таковой является дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, которые, конечно, есть при тяжелой при эклампсии и эклампсии. И вы видите вот это данные академика Серова Владимира Николаевича. Цитокины повышены в 3-7 раз, эндотоксин в 5-8 раз, резко увеличивается содержание острофазных белков, повышается содержание факторов фонвилибранта, деформируется протоплазма, ядра эндотолиоцитов, то есть явно виден синдром системной воспалительной реакции. То есть происходит вот это злокачественное внутрисосудистое воспаление, как назвал это Пинский в 1998 году, когда наши друзья, про- и противовоспалительные цитокины, которые в норме вообще защищают организм, уже происходит дисрегуляция этой реакции воспаления про- и противовоспалительных медиаторов, и они уже полностью выходят за рамки контроля. Весь мир занимается изучением маркеров, предикторов развития тяжелой при эклампсии и эклампсии, чтобы как-то воздействовать на этот процесс. Именно не когда мы видим клинические проявления, вершину айсберга, а именно на ранних стадиях патогенеза. Так вот, что понятно пока по этим стадиям. На первой стадии отмечается неспособность фитальных цитотрофобластов к инвазии, ремоделированию спиральных артерий плаценты, и таким образом нарушается важный механизм увеличения плацентарного кровотока. И вы видите, вот здесь это, извините, что не переведено, но здесь видно, что уже происходит ишемия плаценты. А произошла ишемия плаценты, то есть замкнулся порочный круг, и никакие препараты, которые применяют нож, покурантил, инфузия и так далее, что пытаются делать акушеры-гинекологи, уже не могут разорвать этот порочный круг, только потом развивается материнская деталиальная дисфункция, развивается системная воспалительная реакция, оксидативный стресс, и только потом уже как третья-четвертая стадия развития заболевания идут собственно клинические проявления, гипертензия, генерализованные отеки, протеинурия, нарушение гемостаза, эклампсия, холопсиндром, уже как проявление полиорганной недостаточности дисфункции. И вот только на этой стадии клинических проявлений, как я вам уже сказал, более 700 авторских методик пролонгирования беременности. Хотя порочный круг замкнулся уже вчера, даже позавчера. И то есть мы ничего с вами не можем сделать. И сейчас появилось уже очень много работ о том, что не только женщине ухудшается состояние, а на самом деле женщина после перенесенной при эклампсии, если она не проходит нормальную реабилитацию, она чаще гипертоник, у нее чаще случаи инсульта, инфаркта миокарда, другие сердечно-сосудистые проблемы, но и дети, которым пролонгировали беременность, когда у матери была при эклампсии, девочки в несколько раз чаще страдают раком яичника, а мальчики чаще страдают эпилепсией. То есть природа не терпит вмешательства в свои законы, если мы не знаем, во что вмешиваться. Поэтому сейчас все-таки пытаются найти какие-то ранние предикторы. И вот вы видите, проангиогенные протеины не могут связаться с рецепторами эндотелиальных клеток. Это вызывает эндотелиальную плацентарную дисфункцию, и такая же эндотелиальная дисфункция обусловливает генерализованные проявления, включая гипертезию, протеинурию, эклампсию, патологию печени. То есть эндотелиальная дисфункция происходит во всем организме. Почему мы и говорим с вами, что это системное заболевание. Один из последних, так сказать, найденных ранних маркеров, это тирозин киназа СФЛТ-1, который является антиангиогенным фактором. То есть для того, чтобы увеличился кровоток плаценты, чтобы не происходила ее ишемия, работают ангиогенные факторы, такие как основные плацентарный фактор роста, сосудистый фактор роста. Так вот, СФЛТ-1 связывает эти факторы и не дает дальше действовать ангиогенезу, и происходит вот это ишемия плаценты. И вы видите, показано, что СФЛТ-1, ее повышение и снижение плацентарного фактора роста являются пока на данный момент самыми ранними биохимическими маркерами развития преэклампсия. И повышение вот этой растворимой тирозин киназа СФЛТ-1 фиксируется за 5 недель до клинических проявлений преэклампсия. А низкая плазменная концентрация свободного плацентарного фактора роста отмечается еще раньше, где-то на 13-16 неделе беременности. И это уже не фантастика, это уже не научное изыскание. На самом деле уже в некоторых странах Европы есть даже методические рекомендации, где конкретно смотрят соотношение СФЛТ-1 к плацентарному фактору роста, и на основании этого дают рекомендации, что это именно преэклампсия, либо это артериальная гипертензия, обусловленная беременностью, либо хроническая артериальная гипертензия, и что это требует уже ближайшего рода разрешения. Но еще более ранним предиктором на данный момент является нарушение кровотока в матерчной артерии на ранних сроках. Но это, к сожалению, не очень чувствительный, но не специфический предиктор, и это именно не биохимический предиктор. Но тоже, я думаю, если их сочетать, эти предикторы, то можно с большей вероятностью говорить о том, что у этой пациентки уже развивается тяжелая преэклампсия и эклампсия. И в этом плане, что нам дает вот этот патогенез изучения и появления вот этих вот маркеров? На самом деле, ведь очень много было работ в свое время о проведении плазмофереза при тяжелой преэклампсии и эклампсии. У меня у самого кандидатская диссертация посвящена этой теме, когда мне казалось, что женщина там после эклампсии реально открывает глаза, что у нее там уменьшается степень комы, уменьшаются нарушения, стабилизируется гемодинамика. И мы считали, как и любой исследователь, в руках которого исследование находится, считает, что его исследование, конечно, очень эффективно. Но доказательная медицина показала, что нет эффективности плазмофереза, других каких-то эфферентных методик, но если мы не говорим там конкретно уже о почечной недостаточности, еще какой-то крайней степени недостаточности, нет эффективности при тяжелой преэклампсии и эклампсии. Но это нет эффективности неселективных методик. И сейчас в одном из самых уважаемых журналов появилось уже где-то в течение трех лет, появляется это идет пилотное исследование, сейчас выходит уже на более широкую стадию, о селективном плазмоферезе, где удаляют одну молекулу, и женщинам пролонгируют беременность до уже 23 суток. Это пациентки с 22-23 недель, у которых диагностируется тяжелая преэклампсия, и которым должны были бы уже прервать беременность. Так вот у них пролонгируют беременность до 23 суток, проводя им сеансы селективного плазмофереза. Что они удаляют? Вот как раз эту растворимую тирозинкиназу СФЛТ-1. Конечно, раз мы говорим о том, что это состояние угрожаемо жизни матери, жизни плода, жизни новорожденного, здесь очень важна профилактика. И очень долго тоже мировое сообщество медицинское занимается поиском методов профилактики преэклампсии, эклампсии. Но на данный момент на самом деле очень мало чего добилось в этом направлении. И больше это мифы, больше это, так сказать, убеждения конкретных исследователей. Но если опять же говорить о доказательной медицине, то очень мало высокого уровня доказательности исследований об эффективности того или иного вмешательства или препарата. Но вот вы видите, что все-таки низкие дозы ацетилсалициловой кислоты, 75 мг в день, рекомендуемы своих клинических рекомендаций. В рекомендациях начиная с 12 недель до родов. У женщин с высоким риском развития преэклампсии и эклампсии. Но вы должны понимать, что при этом необходимо письменное информированное согласие пациентки, так как в соответствии с инструкцией применения, а инструкция является для нас основным законом, прием ацетилсалициловой кислоты противопоказан в первые 3 месяца беременности. Но в связи с этим я вам хочу опять же сказать по поводу прошедшего этого конгресса Международного общества по изучению артериальной гипертензии, где, как и на всех последних конгрессах, опять были дебаты про и контра, нужен ли, работает ли аспирин в плане профилактики преэклампсии или не работает. Так вот, за аспирин выступал профессор Эммануэль Белт из Канады, который представил очень много и кохрейновских обзоров, и какие-то мультицентровые исследования, где показал, что на самом деле аспирин применяют неправильно, применяют его уже поздно, не в той дозе, и что на самом деле аспирин, ацетилсалициловая кислота, реально работает, если назначена до 16 недель беременности. На что его оппонент, профессор Баха Сибай, это очень известный профессор, это патриарх изучения тяжелой преэклампсии, эклампсии Хелп-синдрома, именно он в свое время инициировал и начинал многие исследования мультицентровые по эффективности ацетилсалициловой кислоты в плане профилактики преэклампсии. Так вот он сказал, что дорогой мой друг, сказал он своему оппоненту, вот сколько я живу, столько происходят дебаты, какую дозу аспирина давать, когда давать, кому давать. И в свое время мне казалось, что тоже на самом деле это может быть эффективно, и мы провели большие исследования, но сейчас я должен сказать, что я был неправ. Сколько ацетилсалициловую кислоту не давай, сколько ее не пей, преэклампсия все равно будет и будет той тяжести, которой она должна быть. И вторая рекомендация, но здесь она вот эмпатогномонична именно для Российской Федерации, беременным с низким потреблением кальция менее 600 мг в день, а сейчас уже согласно современным нормам физиологическая потребность беременных составляет не менее 1000 мг кальция в сутки. В России же считается среднее потребление кальция 500-750 мг в сутки, конечно, оно зависит от регионов, вы знаете, какая огромная у нас страна. Так вот, у кого содержание менее 1000 мг, то необходимо назначение в виде препаратов кальция не менее 1 г в день, и вы видите очень высокий уровень доказательности. Что же не рекомендовано, и что очень широко в свое время, так сказать, внедряли в массы, это режим бедресс, то есть охранительный режим, он на самом деле не рекомендован, потому что нет никакого смысла, не уменьшается ни тяжесть, ни чистота развития преэклампсии и эклампсии. Не рекомендовано рутинное применение диуретиков, и даже опасно, и диуретики, мы поговорим об этом дальше в плане интенсивной терапии, должны применяться только для лечения отека легких. Не рекомендованы препараты группы гепарина, в том числе низкомолекулярные гепарины, но я покажу дальше вам, какие уже проведены исследования. Не рекомендованы витамины группы Е и С, не рекомендованы препараты магния в плане профилактики, рыбий жир, чеснок в таблетках, как антиоксиданты предлагались, тоже не рекомендовано для рутинного применения. И очень важно, вот эта рекомендованная ранее бессолевая диета, ограничение соли, также не рекомендовано. Поэтому, если у вас находится пациентка с преэклампсией и эклампсией, у нее должен быть общий стол, пока она еще не готовится у вас к родоразрешению к операции. То есть, никакого ограничения в соли. Ну и вот по поводу поливитаминов, которые как антиоксиданты рекомендуются, и в некоторых руководствах, и очень любят их акушеры-гинекологи. Так вот, уже поставлена очень жирная точка, я считаю, в 2008 году. Обзор 10 исследований, в которые вошли более 6,5 тысяч пациенток, показал, что рутинное назначение антиоксидантов в виде поливитаминов во время беременности не снижает риск развития преэклампсии и других осложнений беременности. То есть, не снижая риск, а повышая риск той же иммунизации, аллергических аномфилактических реакций, конечно, мы рискуем, наоборот, ухудшить здоровье пациентки, а не как-то повлиять на развитие преэклампсии и других осложнений беременности. Критерии диагностики преэклампсии. Ну, в первую очередь, это критерии артериальной гипертензии во время беременности. Как мы уже сказали, систолическое артериальное давление более 140 мм втутного столба и или диастолическое более 90 мм втутного столба. Диагностировать артериальную гипертензию следует на основании, по крайней мере, двух повышенных значений артериального давления, в сомнительных же случаях возможно и желательно проведение суточного мониторирования артериального давления. Если артериальное давление 140 и 90, то это считается погромничным, не является заболеванием, а лишь указывает на необходимость тщательного наблюдения за состоянием матери и плода. И вот такое давление не надо снижать, потому что любое снижение артериального давления, как вы понимаете, будет снижать маточно-плацентарный кровоток и может ухудшать состояние плода и новорожденного. Клинически значимая протеинурия. Ну, золотой стандарт для диагностики протеинурии – это количественное определение белка именно в суточной порции. Не то, что у нас на основании одноразового исследования, одноразовой порции мочи ставится диагноз, а именно золотым стандартом является количество определения белка в суточной порции мочи. Граница нормы суточной протеинурии во время беременности определена как 0,3 грамма на литр. Все, что выше – это уже протеинурия. Если есть протеинурия на фоне артериальной гипертензии, это уже преэклампсия. Конечно, вы должны понимать, что некоторые женщины со скромпризированными почками могут иметь протеинурию до беременности. Так вот, у них должен показатель быть увеличен по сравнению с тем, который был до беременности. Итак, более 0,3 грамм на литр в суточной пробе за 24 часа – это клинически значимая протеинурия, либо в двух пробах, взятых с интервалом в 6 часов. Также есть такой способ для экспресс-оценки – это тест-полоски, когда определяется белок в моче. Так вот, показатель более 1 плюс является уже клинически значимой протеинурией. И на самом деле эти тест-полоски считаются, могут применяться в группе беременных низкого риска. То есть, это такой скрининговый тест, он недорогой, более быстрый, более дешевый, достаточно чувствительный по сравнению с количественным определением белка в 24-часовой порции. Поэтому именно для скрининга у беременных низкого риска его можно применять. А далее, при выявлении уже положительного результата 1 плюс, необходимо все-таки количественное определение белка в 24-часовой порции. Умеренная протеинурия – это более 0,3 грамм в 24 часа, или определяется 0,3 грамма в двух порциях мочи, взятой с интервалом в 6 часов, или значение 1 плюс по ТС-полоске. И также выраженная протеинурия, которая может уже служить признаком тяжелой преклампсии, это уровень белка более 5 грамм в 24 часа, или более 3 грамм на литр, в двух порциях мочи, взятых также с интервалом в 6 часов, или значение 3 плюс по ТС-полоске. Ну, конечно, количественное определение более эффективно показывает это осложнение. И вы видите, что необходимо все-таки использовать более чувствительные методы определения белка в суточной моче, или, если это невозможно, то отношение протеин к креатинину. Отеки. На самом деле отеки сейчас убраны из классикации преклампсии-эклампсии, тяжелой преклампсии, потому что при физиологически протекающей беременности умеренные отеки наблюдаются, вы видите, до 80% у беременных. Прееклампсия, протекающая без генерализованных отеков, в свою очередь, признана более опасной для матери плода, чем преклампсия с отеками. Так называемая сухая преклампсия очень часто служит причиной материнской смертности и каких-то осложнений. Но все-таки массивные, быстро нарастающие отеки, особенно в области поясницы, аносарка, скопление жидкости в полостях, уже должны рассматриваться как один из неблагоприятных прогностических критериев тяжелой преклампсии. То есть, вот эта классическая триада преклампсия, артериальная гипертензия, протеинурия, отеки, на самом деле сейчас стало уже не как триада, а отеки выключены из нее, но массивные отеки, аносарка, все равно уже являются признаком уже тяжелой, критерием тяжелой преклампсии. Поэтому, значит, и какие признаки еще тяжелой преклампсии? Это со стороны центральной нервной системы, головная боль, фотопсия, парастезия, фибрилляции, судороги. Со стороны сердечно-сосудистой артериальной гипертензии, выраженная дальше, покажем какая. Сердечная недостаточность, гиповолемия. Со стороны мочеводелительной, олигурия, анурия, протеинурия. Со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в эпикостральной области, изжога, тошнота, рвота. Со стороны системы крови, тромбоцитопения, нарушение гемостаза, гемолитической анемии. Со стороны плода, задержка внутриутробного роста, внутриутробная гипоксия, антинатальная гибель. Если вы имеете только артериальную гипертензию, то нарушения со стороны плода будут решающими в плане постановки диагноза преэкломпсия, тяжелая преэкломпсия. Клинические проявления преэкломпсии. Целесообразно различать на умеренную и тяжелую преэкломпсию. Но это, честно говоря, такой наш немножечко вольный перевод, потому что вот это слово mild преэкломпсия и severe преэкломпсия. Понятно, severe это тяжелая, суровая, а вот mild это мягкая преэкломпсия. Но мягкая, легкая преэкломпсия, у нас не повернулся язык назвать, и поэтому это так вольно перевели, как умеренная преэкломпсия, которую внесли в нашу как раз клиническую классификацию. То есть сейчас мы с вами не делим, как раньше было принято, на гистос, легкие, средние, тяжелые степени, потом идет там следующий шаг преэкломпсия, потом только экломпсия. На самом деле нет никакой этапности развития этого заболевания. Так вот, делимся на умеренную, тяжелую преэкломпсию и экломпсия, которая может развиться при любой степени тяжести преэкломпсия. Умеренная преэкломпсия встречается до 8% у беременных, из них 1-2 случая могут приобретать тяжелое течение. То есть не все пациентки переходят в группу тяжелой преэкломпсии. Тяжелая преэкломпсия – это преэкломпсия с тяжелой гипертензией, с цифрами диастолического артериального давления более 110 мм тутного столба, систолического артериального более 160 мм, или с наличием специфических симптомов, или биохимических, или гематологических нарушений. Уровень суточной протеомерии превышает 3 г на литр. И клинические проявления тяжелой преэкломпсии – это расстройство центральной нервной системы, это нарушение функции почек, это отек легких, это внезапное возникновение отеков лица, рук, ног, отек зрительного диска, нарушение функции печени, проявляющиеся в повышении трансаминаз, боли в эпигастрии, которые возникают вследствие перерастяжения капсулы печени, тромбоцитопения ниже 100 тысяч, хелп-синдром и подтвержденное страдание плода – это синдром задержки внутриутробного развития плода, это маловодие, это отрицательный нестрессовый тест. Идеологическим лечением преэкломпсии является только родоразрешение, к сожалению, хотя сейчас все больше голосов звучит о том, что мы не можем только разрешать женщин, лечить их так называемой операцией кесарево-сечения, и, конечно, должны пытаться как-то лечить преэкломпсию, тем более мы много уже знаем о второй стадии развития патогенеза преэкломпсии. Но пока это только симптоматическое лечение, это интенсивная терапия, включающая противосудорожную, седативную, антигипертензивную, инфузионную, трансфузионную терапию. Очень важный момент такой, что лечение должно проводиться до тех пор, пока не ухудшая шансы для плода для новорожденного, мы можем, вернее, не ухудшая шансы для матери, мы можем как-то улучшить шансы для плода для новорожденного. И пока только одно назначение, только одно состояние может именно соответствовать этим критериям. Это проведение профилактики дистресса плода, которая длится одни-двое суток, а дальше мы эту беременность пролонгировать не можем. Хотя есть попытки воздействия именно на патогенез преэкломпсия. Так, общеизвестно, что увеличение индекса массы тела, ожирение увеличивает риск развития преэкломпсии в 4-7 раз. Попытались проводить терапию ожирения во время беременности. Применяли в том числе метформин и другие программы по снижению веса. Это ассоциировалось со снижением веса, но не влияло на перинатальные исходы, на удовлетворенность пациенток и не меняло исходы родоразрешения и неонатальные исходы. Поэтому пришли к тому, что необходимо все-таки снижать вес до наступления беременности. Эноксапарин, то, что мы с вами сказали, что нет доказательств высокого уровня, но вы видите исследование, которое проведено по поводу превентивного назначения эноксапарина у пациенток, у которых был анамнез тяжелой преэкломпсии и экломпсии. Так вот, рандомизированное перспективное исследование показало снижение осложнений при применении низкомолекулярных гепаринов у этих пациенток при первом обращении в женскую консультацию в стационар, то есть с первого-второго триместра беременности. Антибиотики. Может быть, через влияние на системную воспалительную реакцию, как системная противовоспалительная терапия, здесь у нашей страны есть своя такая гордость, что в 70-х годах прошлого столетия было очень много работ в России по поводу применения, еще в Советском тогда Союзе, по поводу применения антибактериальной терапии, профилактики при экломпсии и экломпсии. Были написаны диссертационные работы, но потом, так сказать, мы не пошли этим путем. А на Западе вы видите, что системный обзор 49 исследований показал, что инфекция мочеполовой системы и периодонтит во время беременности ассоциируется с повышенным риском развития при экломпсии. И другой обзор показал, что применение антибиотиков в первом и втором триместрах беременности снижает риск развития и тяжесть при экломпсии. Конечно, это не низкомолекулярные гепарины, и мы не можем назначать антибиотики всем там при первом обращении. Но если у пациентки имеется какая-то инфекция, то как раз ее санация, антибактериальная терапия, приводит к снижению риска развития и тяжести развитой при экломпсии. И то, что я вам сказал про селективный плазмоферез, что тоже является уже патогенетической терапией, это удаление как раз растворимой тирозинкиназы, которая приводит пока, вот есть результат уже, на 14 женщинах к пролонгированию беременности, к улучшению неонатальных исходов и к пролонгированию где-то до 23 суток, а считайте это 3 недели, то есть появление жизнеспособного плода новорожденного. Собственная интенсивная терапия. Краеугольным камнем является противосудорожная терапия. Мы должны с вами понимать, что беременность сама по себе снижает судорожный порог, но не у всех же беременных развиваются судороги, не у всех беременных развивается и при экломпсе, и экломпсия. Так вот, беременность снижает судорожный порог, а магния, сульфат этот порог повышает, а при экломпсе рушит гематоэнцефалический барьер. Так вот, повышая судорожный порог, магния, сульфат как раз защищает от судорог, и это основной препарат для лечения тяжелой при экломпсии, профилактики развития экломпсии. И здесь тоже у нас есть своя гордость, что наши исследователи Бровкин, Строганов в свое время, именно они были одним из пионеров использования магния, сульфата, в лечении при экломпсии и экломпсии. Так, в Америке применялись бензодиазепины, в основном теопентал натрия, в Европе применялись комбинированные схемы терапии, и именно у нас предпочтение отдавалось магнезиальной терапии. И сейчас на самом деле показано во всех Кахреновских обзорах, что магния, сульфат превосходит бензодиазепины, фенитаин, немодипин по эффективности профилактики и терапии экломпсии. Схема применения 4-6 грамм внутривенно за 10-15 минут, то есть обязательно мы должны ввести нагрузочную дозу, и это очень важно, потому что именно это обеспечивает терапевтический уровень магния, сульфата в крови, именно противосудорожный эффект. Мы пишем 5 грамм, потому что это удобнее рассчитывать, 25-процентное 20 мл медленное введение за 10-15 минут. И далее назначение 1-2 грамм в час микроструйно. Эффекты магнезиальной терапии седативный, противосудорожный, токолитический, но здесь вы должны понимать, что токолитический эффект более выражен. Чем менее концентрированный препарат, тем более выражен токолитический эффект. Чем более концентрированный, тем более выражен противосудорожный. И вообще магнезиосульфат считается слабым токолитиком. Также магнезиосульфат, необходимо помнить, пролонгирует действиями релаксантов, обладает некоторым гипотензивным эффектом через продукцию оксида азота, но также мы должны помнить, что магнезиосульфат не является гипотензивным препаратом, а именно препарат для противосудорожной седативной терапии. И очень важно, что не увеличивать частоту операции кесарево-сечения на назначение магнезиосульфата, не увеличивать частоту кровотечений, инфекционных заболеваний и депрессии новорожденного. Поэтому и вот это краеугольный камень в противосудорожной терапии, в такой простой противосудорожной терапии, на самом деле, когда проводишь аудит истории материнской смертности, то оказывается, вот это главное нарушение, которое происходит, то есть прекращают введение магнезии во время родоразрешения. И тогда и происходят судороги, либо именно судороги кровоизлияния во время общей анестезии. Поэтому важно не прекращать введение магнезии во время родоразрешения, если же не начиналось, то непосредственно после операции продолжить, либо начать заново введение 1-2 грамм для постоянной поддержки терапевтического уровня магния в крови. Антигипертензивная терапия. Здесь перечислены препараты, которые могут применяться. На самом деле, гидролазин считается наиболее эффективным препарат для снижения артериального давления в нашей стране. Этот препарат не зарегистрирован, мы его никогда не видели. Клонидин является дедушкой вообще в акушерстве. Это один из самых, так сказать, старых, в кавычках, препаратов, который был именно разрешен в акушерстве. Нефидипин давно уже применяется в акушерстве для лечения артериальной гипертензии, но совсем недавно в наших инструкциях появилось разрешение на его применение у беременных, а раньше было написано, что надо смотреть риск и пользу для матери и плода. То есть, такого разрешения не было. И сейчас еще некоторые производители не внесли это в свои инструкции, поэтому для аудита вы должны иметь обязательную инструкцию такую в своем учреждении родовспоможения, где нефидипин прописан, что разрешен у беременных. Лобитолол в нашей стране также нет этого препарата. Нитропрусит натрия приводит к осложнениям со стороны плода новорожденного, поэтому только возможно применение после родоразрешения. Нидроглицерин и ганглиоблокаторы чреваты развитием ребаунт-синдрома, то есть, значительным повышением артериального давления, спазмом сосудов через некоторое время после их применения. Поэтому, на самом деле, вот я красным выделил те препараты, которые есть у нас сейчас в наличии для экстренного снижения артериального давления. И схема такая, что нефидипин дает 10 мг пероз, если он не действует в течение 5-10 минут, 10 мг еще, потом 10 мг еще, но и обычно вот уже третья доза как раз, когда 30 мг, тогда только действует. Но, надо сказать, что есть и парантериальная форма нефидипина, которая, конечно, более эффективна и более быстро действует. Либо клонидин, который не запрещен у беременных и который также можно применять для экстренного снижения артериального давления. Но результаты нескольких рандомизированных исследований показывают, что антигипертензивная терапия сама по себе у женщин с преэклампсией, не улучшает перинатальные исходы. Но это и понятно, потому что снижая, как я уже говорил, артериальное давление, которое повысилось компенсаторно для улучшения маточно-плацентарного кровотока, так вот снижая это давление, мы, конечно, снижаем маточно-плацентарный кровоток. И в этом плане очень важно, что давление должно снижаться медленно и до цифр 130 до 140 с историческое и 80 до 90 миллиметров ртутного столба диастолическое давление, чтобы не было резкого ухудшения маточно-плацентарного кровотока. Поэтому не надо стремиться женщину обязательно довести до уровня артериального давления космонавта 120 на 80, либо там 110 на 70, которое у нее было до беременности, потому что это чревато, опять же, ухудшением состояния плода новорожденного, то есть перинатальных исходов. Инфузионно-трансфузионная терапия. Ну, здесь выделена тоже группа препаратов, которые есть. На самом деле, в настоящее время не доказано преимуществ ни одного из плазмозаменителя в интенсивной терапии и тяжелой преклампсии для исхода беременности и родов. Что же доказано? Умеренная дегидротация лучше, чем гипергидротация. Объем примерно 1000-1200 мл в сутки. Инфузия пока только кристаллоиды, сбалансированные растворы вроде раствора рингера. Темп инфузии не более 40-45 мл в час. Максимальный болюс 80 мл в час или 1 мл на килограмм в час. И контроль за проводимой инфузионной терапией осуществляется за счет оценки темпа диуреза. То есть, не нужна катетеризация центральных вен. И вообще, в акушерстве всегда считалось, что катетеризация центральных вен только повышает ядрогению. И в этом случае не нужна катетеризация центральных вен. Но, это было постулатом до тех пор, пока не появилась ультразвуковая навигация. Сейчас же, допустим, в Великобритании уже сказано, все катетеризации центральных вен только с использованием ультразвуковой навигации. И то же самое сейчас и в нашем центре. Мы проводим все катетеризации центральных вен с ультразвуковой навигацией. И когда у нас в каждом учреждении здравоохранения родовспоможения появятся возможности для ультразвуковой навигации при проведении катетеризации центральных вен, то мы, конечно, пропишем и дадим такую рекомендацию, чтобы так делалось. Пока контроль за проводимой инфузионной терапией только за счет оценки темпа диуреза. Диуретики сами применяются только при отеке легких, потому что усиливают спазм, а здесь и так у нас есть уже относительная гиповлимия. И трансфузия альбумина возможна только при гипоальбуминомии, менее 25 грамм на литр, лучше отложить ее до послеродоразрешения, потому что сосуды текут, мы усиливаем отек, мы усиливаем риск отека легких. И вообще сама по себе инфузионно-трансфузионная терапия является одним из главных причин ядрогенных нарушений, ядрогенного отека легких и причиной материнской смертности при эклампсии. Поэтому многие вообще предлагают отказаться от инфузии, от инфузионной нагрузки, но вы видите, когда она необходима. Она необходима при эпидуральной блокаде, то есть состоянии, когда у нас есть еще увеличивающаяся относительная гиповлимия, при парантеральной антигипертензивной терапии, при внутривенном введении магнезии, и в принципе вот уже можно и остановиться, потому что внутривенное введение магнезии необходимо всем пациенткам с тяжелой при эклампсии и эклампсии, то есть поэтому всем необходима инфузионная нагрузка. Ну, также при аллегурии или признак центральной дегидратации. Но только вот с таким темпом, который я сказал, и не больше этого объема. Анестезия при при эклампсии. Что доказано? Во-первых, во всех случаях тяжелой при эклампсии требуется предродовая, предоперационная подготовка в течение 6-24 часов. И это очень важно, что так же, как и пролонгировать беременность, опасно для матери и плода, то есть не должно быть никаких пролонгированных беременностей, почему я вам вначале и сказал, что более 700 авторских методик, что недопустимо. Также и хватать сразу на операционный стол эту пациентку тоже недопустимо, потому что если она поступает с давлением 200-120 и не проведя ей противосудорожную терапию, не стабилизировав артериальное давление, мы подвергаем ее большому риску, беря на операционный стол. Поэтому необходима стабилизация состояния, и вы видите это доказательство высокого уровня, подготовка до суток таких пациенток. Для профилактики развития эклампсии в родах все женщины при консервативном родоразрешении должны быть обязательно обезболены методом репидуральной аналогезии. Для этого используется бупивокаин, рупивокаин. Здесь мы пишем с фентанилом. На самом деле в нашей стране фентанил не разрешен для применения эпидуральное и интертыкальное пространство, поэтому это является некоторой проблемой, но использование без него бупивокаина и рупивокаина дают достаточно хороший эффект. При операции кесаревого сечения у женщин с умеренной преэклампсией методом выбора является регионарная анестезия, спинальная, эпидуральная, комбинированная спинальная и эпидуральная в зависимости от ситуации. Но это было уже давно. Препараты выбора это бупивокаин, интертыкальная, если спинальная анестезия, и рапивокаин, если эпидуральная анестезия. А эпидуральная анестезия применяется сейчас при кесаревом сечении в основном в тех случаях, когда она начиналась как аналогезия в родах. Потому что на плановой операции кесаревого сечения все-таки сейчас метод выбора это спинальная либо комбинированная спинальная и эпидуральная анестезия, если требуется расширение объема, либо послеоперационное обезболивание, либо вот как раз контроль гемодинамики, то, что есть у тяжелой преэклампсии. То есть я бы сказал, что все-таки при тяжелой преэклампсии предпочтение надо отдавать комбинированной спинальной эпидуральной анестезии. И вот то, что новое, еще бы три года назад, я бы сказал вам, что метод выбора при тяжелой преэклампсии, И тем более при эклампсии это общая анестезия. Так вот сейчас вы видите, закончилось исследование катамназа женщин, которые родоразрешены были при тяжелой эклампсии и эклампсии, в зависимости от метода анестезии было показано, что пациентки, которым проводилась общая анестезия, чаще умирают, либо инвалидизируются в течение 10 лет после родов. От сердечно-сосудистых катастроф, инсультов, инфарктов. Поэтому регионарная анестезия показана метод выбора при тяжелой эклампсии и даже при эклампсии. И спинальная, и эпидуральная, и низкодозированная спинальная эпидуральная анестезия эффективны и одинаково безопасны у пациенток с тяжелой эклампсией. Когда же проводится общая анестезия? Первое, это при противопоказаниях к регионарной, и обязательно готовность к трудностям обеспечения проходимости дыхательных путей. И, конечно, если операции кислородового сечения проводятся у женщин с эклампсией, когда имеется кома, либо экламптический статус, тоже метод выбора общая анестезия. По поводу трудных дыхательных путей, готовности к трудным дыхательным путям. Но вот это не очень хороший слайд, но я вам покажу, что операции кислородового сечения за период с 2005 по 2008 год увеличились на 25%. И я вас уверяю, что за последующие пять лет они увеличились примерно на такую же цифру. То есть, как бы мы с вами не увеличивали количество регионарных анестезий, а в нашем центре они доходят до 95-96% при операции кислородового сечения, все-таки противопоказания к регионарной анестезии, какие-то экстренные ситуации, когда необходимо проводить общую анестезию, приводят к тому, что общая анестезия и ее абсолютные числа совершенно не меняются с годами. Вот вы видите, за 2007 год зафиксировано 388 материнских смертей, по данным Минздрава России, из которых 29, где-то 7,5% связаны были с анестезиограммационными причинами, по данным экспертных оценок. Что же это за 29 смертей? Они связаны, вы видите, 19 из них, то есть 76%, связаны с операцией кислородового сечения, а 16, то есть 64%, то есть подавляющее большинство, связаны именно с операцией экстренного кислородового сечения. Что происходит при экстренном кислородовом сечении? Какие причины конкретные анестезиологограммационных осложнений? Это трудности при интубации 31%, такие как церебральная аноксия, интубация пищевода, гипоксическая остановка сердца, травма трахея. Это аспирационный синдром 10%, то есть уже 41%. И вот эти 37% это анафилактический шок. Что такое анафилактический шок? Это последняя, так сказать, рука помощи патологоанатома, анестезиологу, акушеру-гинекологу, когда ставится такой диагноз. Мы тоже с вами должны понимать, что это опять же аноксия, гипоксия, и на самом деле исходно это как раз могли быть те же самые трудности при интубации трахея. Поэтому необходимо наличие протокола, и у нас есть он в центре, в нашей стране, протокол по трудным дыхательным путям в акушерстве, вы видите, утвердили мы его в 2012 году, на основании рекомендаций Федерации анестезиологов России по трудной интубации трахея. И наличие вот этого протокола уже снижает осложнение, что позволило в последнем Кахрейновском обзоре в 2014 году уже утверждать, что и общая, и регионарная анестезия при кесаревом сечении, но мы не говорим при эклампсии здоровых женщин, одинаково безопасна для матери и плода. Но с одной оговоркой, если имеется протокол по трудным дыхательным путям, и если имеются все девайсы для его обеспечения, вот если есть девайсы, если есть обученные врачи, вот тогда считается одинаково безопасно, потому что самой большой опасностью общей анестезии в акушерстве, конечно, является ситуация трудной дыхательной пути, и считалось, что в 17 раз чаще осложнение и смертность при общей анестезии по сравнению с регионарной. Вторая же проблема, или вернее проблема регионарной анестезии, основная, это эпидуральная гематома, это очень редкое осложнение, которого мы боимся, и вот я вам хочу представить материал, анализ эпидуральной гематомы в англоязычной литературе за 88 лет, за период с 1906 по 1994 год. Всего 61 случай гематомы, связанный с регионарной анестезией. Много это или мало? Конечно, очень мало. Почему так мало? Во-первых, конечно, редкое осложнение. Во-вторых, ну это только англоязычная литература, это не весь мир. В-третьих, ну кто любит писать о своих осложнениях? Это только то, что описали исследователи, авторы. Но даже этот 61 случай, гематомы за 88 лет, могут нам с вами помочь в плане именно прослеживания тенденций. Так вот, видно, что 42% из них связаны с назначением антикоагулянтов, 46% с удалением эпидурального катетера, а 36% с травматической пункцией. Что такое травматическая пункция? Ну, это лучше всего знают как раз акушеры-гинекологи, которые звонят мне, заведующим отделением, и говорят, ой, вы прислали нам молодого врача, вот он долго там очень, значит, ковыряется в спине и так далее. Конечно, в первую очередь, это молодые врачи, это неопытные врачи. Почему во всем мире сейчас признано именно постоянное послевузовское образование, для чего и созданы учебно-тренинговые центры, которые есть и у нас в центре, где проводится постоянная работа именно руками, не только лекционный цикл, а именно работа руками. Но как же бороться с 42%, которые связаны с назначением антикоагулянтов, из 46%, которые связаны с удалением эпидурального катетера. Вот еще очень интересный обзор связи развития эпидуральной гематомы и уровня тромбоцитов. Ведь мы с вами все знаем, что количество тромбоцитов, более 100% не является противопоказанием к проведению региональной анестезии, потому что именно при этом количестве не происходит кровоизлияние. 50-100% является зоной риска, но это для общей хирургической и гинекологической практики, в акушерстве 75-100%, то есть 75% это нижняя граница, и менее 75% в акушерстве, менее 50% в гинекологии и общей хирургической практике, региональной анестезии противопоказано. Так вот вы видите исследователей, которые проводили анестезии, не очень здесь удобный слайд, но я вам поясняю, количество анестезий, и вот это вот, именно концентрация тромбоцитов в тысячах, то есть вот Робертс провел 132 анестезии, провел или описал, при количестве тромбоцитов менее 50 тысяч, когда региональная анестезия противопоказана, но не получил ни одной эпидуральной гематомы, хотя кровотечение из послеоперационной раны было. Значит, Хьювинг провел анестезию при 2000 тромбоцитах, когда, конечно, резко противопоказана региональная анестезия, не получил эпидуральную гематомы, не получил осложнений. Бертрам, анестезия при 26 тысячах тромбоцитов, опять нет осложнений. И вот этот юн бедный сделал анестезию при 71 тысяче тромбоцитов, это была общая хирургическая практика, когда региональная анестезия не противопоказана, надо смотреть в пользу риск, и получил эпидуральную гематому. Этот список очень длинный, просто я не стал его здесь помещать, он на слайде бы не вместился, и мне бы пришлось показывать несколько слайдов подряд. Какое же делают заключение исследователя, что, к сожалению, нет достаточно высокого уровня тромбоцитов и нет достаточно низкого уровня тромбоцитов. То есть вот то, на что мы хотя бы немножечко опирались, вот эта соломинка, и она оказалась на самом деле соломинкой, и вряд ли нам здесь поможет, потому что при высоком уровне может произойти гематома, при низком может не произойти, то есть нет достаточно высокого и нет достаточно низкого уровня. Что же нам делать? А именно соблюдать интервалы, соблюдать протоколы. И вы видите протокол по применению низкомолекулярных гепаринов и удалению эпидурального катетера, потому что вы помните, 42% связаны с назначением антикоагулянтов, 46% связаны с удалением катетера. Так вот, правило 12 часов. Только через 12 часов после отмены низкомолекулярных гепаринов необходимо катетеризировать эпидуральное пространство, либо делать региональную спинальную эпидуральную анестезию. Только через 12 часов возможно возобновление низкомолекулярных гепаринов, только через 12 часов удаление катетера, через 12 часов назначение низкомолекулярных гепаринов. То есть постоянно окно в 12 часов. Конечно, и мы написали клинические рекомендации по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, и там у женщин высокого риска по развитию венозных тромбоэмболических осложнений этот интервал уменьшили. То есть после региональной анестезии можно назначать уже низкомолекулярные гепарины через 4-6 часов. Но у женщин, когда нет очень высокого риска, все-таки надо соблюдать правила 12 часов. Если же это нефракционированный гепарин, то правило 6 часов то же самое. Гепарин, только через 6 часов катетеризация, только через 6 часов опять гепарин, только через 6 часов удаление катетера, и только через 6 опять же нефракционированный гепарин. Но и необходимо при нефракционированном гепарине контроль активированного частичного тромбопластинного времени, протромбинового индекса и количество тромбоцитов. И не забывайте, что, конечно, при противопоказаниях к регионарной анестезии есть альтернатива в родах. Это внутривенная пациентка и контролируемая аналгезия. Ну вот здесь написано ремифентанил, у нас в стране нет этого препарата. Но также с фентанилом мы имеем свой опыт и имея небольшое количество побочных эффектов для матери плода, она эффективна и в противопоказаниях уже, как я сказал, к регионарным методам, может быть методом выбора. Эклампсия. Эклампсия диагностируется в случае возникновения собственно судорожного приступа или серии судорожных приступов у беременной женщины с клиникой при эклампсии. Которые не могут быть объяснены другими причинами. Эклампсия развивается на фоне при эклампсии любой степени тяжести. Это очень важно. Они являются проявлением максимальной тяжести при эклампсии. Почему мы еще больше говорим, акцентируем ваше внимание, что не надо говорить гистос там легкий, средний, тяжелый, потом при эклампсии и потом только эклампсия. Нет никакой ступенчатости. Эклампсия может развиться на при эклампсии любой степени тяжести. Основными предвестниками эклампсии являются головная боль, артериальная гиперцензия и судорожная готовность. Вы видите, в 30% случаев, а сейчас показывают, что даже и 40, и 44% случаев эклампсия может развиваться на фоне минимально выраженных симптомов при эклампсии, что существенно снижает эффективность прогноза проводимых профилактических мероприятий. И вот этот момент, конечно, очень важен, что эклампсия не является логическим завершением прогрессирования при эклампсии, и может развиться при любой ее степени тяжести. Сейчас вообще принято в мире говорить о том, что при эклампсии может быть двух подтипов. Первый – это ранняя при эклампсии, которая как раз развивается, как я вам сказал, и когда она завершается до 34 недель беременности, мы должны уже прерывать беременность. А есть поздние при эклампсии, которые начинаются ближе к 34, после 34 недель, и говорят уже о том, что это разные заболевания. И также сейчас звучат голоса о том, что эклампсия – это какое-то отдельное заболевание, но пока это только научное изыскание. Классификация эклампсии. Эклампсия во время беременности и в родах, эклампсия в послеродовом периоде, причем она все увеличивается. Если раньше нас с вами учили, что она развивается, позднее послеродово развивается до 7 суток после родов, то сейчас вы видите раннее первые 48 часов, то есть 2 суток, а позднее до 28 суток после родов может развиться. Почти все случаи, до 91% случаев эклампсии, развиваются после 28 недель беременности. Остальные между 21 и 27 неделями – 7,5% или до 20 недель беременности – 1,5% – это то, что я вам уже говорил, трофобластическая болезнь или пузырный занос. Во время беременности до 53%, в родах до 36%, и вы видите все больше и больше в послеродовом периоде до 44%. Дифференциальная диагностика судорог во время беременности. Вы видите огромный список заболеваний, но самое главное, вы должны знать то, что любой приступ судорог во время беременности, если нет какого-то анамнеза, должен расцениваться как эклампсия и должен вестись и медикаментозно, и тактически именно в соответствии с диагнозом эклампсия. А уже после родоразрешения, пожалуйста, уточняйте диагноз, проводите дополнительные исследования. Поэтому очень важно понять, что если нет какого-то анамнеза, эпилепсии, других каких-то заболеваний, то любой надо приступ расценивать как эклампсия. Целью интенсивной терапии эклампсии в дородовом периоде является только стабилизация состояния, достижение противосудорожного эффекта и снижение артериального давления. Какие манипуляции? Ну, можно сказать, руки прочь от беременной женщины с эклампсией. Не надо, как кто-то советует, их обязательно интубировать. Не надо проводить никакие им ингаляции. Не надо, значит, обязательно там их привязывать. В общем, очень много советов мы получили, когда писали клинические рекомендации, потому что брали мнение всех экспертов со всей страны. На самом деле, самое главное, что сделать, надо, чтобы женщина не упала, чтобы женщина, значит, не подавилась там своим языком рвотными массами, то есть обеспечить проходимых дыхательных путей, повернуть на левый бок, капторизировать периферическую вену, именно периферическую в остром периоде не требуется, капторизация центральной вены, неинвазивный мониторинг, по часовой контроль диуреза, ингаляцию увлажненного кислорода. И препараты, это внутривенная магнезия, как мы уже сказали, 4-6 грамм, но мы пишем 5 грамм, потому что я уже говорил, 25% на 20 миллилитров, далее со скоростью 1-2 грамма в час. Второго уровня препараты бензодиазепины и барбитураты, но есть в мире еще фенобарбитал в парентеральной форме, у нас его нету, либо теопентал натрия. И вот именно в этом случае, когда мы применяем препараты второй линии, барбитураты, вот именно здесь уже необходим перевод на искусственную вентиляцию легких, и вот тогда происходит родоразрешение уже под общей анестезией. Инфузионная терапия также в объеме не более 40-45 миллилитров в час, пока показаны только кристаллоиды сбалансированные, антигипертензивная терапия, и вот при сохраненном сознании после приступа судорог продолжать консервативную терапию в течение 4-6 часов с насыщением магния сульфатом и наблюдением за неврологическим статусом. Вот в эти сроки решать необходимость о родоразрешении, вопрос о родоразрешении. То есть тоже не хватать сразу на операционный стол 4-6 часов насыщать магния сульфатом и наблюдать за неврологическим статусом. Если же отсутствует сознание после приступа судорог, то есть кома, либо если есть экламптический статус, вот тогда теопентал натрия, перевод на ИВЛ, и в условиях водного наркоза теопентал натрия последующая срочная родоразрешение. Родоразрешение. Но эклампсия сама по себе является одним из показаний к родоразрешению при преэклампсии. Если мы говорим про тяжелую преэклампсию, то никто не сказал, что там предпочтительный метод именно кесарево сечение. Если у нас имеется беременность 34 и более недель, то как раз во всем мире предпочтительный метод родоразрешения через естественные родовые пути, но если и для этого есть условия. Эклампсия же это повод для проведения операции кесарево сечения. Операция акушерской щипцы показана в случае, если припадок произошел в потужном периоде, и консервативное завершение родов возможно лишь при врезавшейся в половую щель головки плода. И вот рекомендация, которую никто не выполняет в мире, и я очень трудно тебе тоже это представляю, как женщину там, допустим, с прошедшим уже приступом эклампсии пролонгировать еще в течение суток для проведения профилактики дистресса плода, профилактики кортикостероидами. Поэтому на практике это очень крайне редко выполняется. При операции кесарево сечения метод выбора, как мы уже сказали, регионарная анестезия. Если проводится общая анестезия, то надо понять, что она проводится по общихирургическим канонам. То есть здесь мы в первую очередь думаем о матери. Мы профилактируем гипертензию. Поэтому возможно и введение антигипертензивных препаратов, и использование ингаляционных анестетиков, и использование опиоидов до извлечения плода. Непосредственно после операции продолжается введение магния сульфата в дозе 1-2 грамма в час для поддержания терапевтического уровня магнезии. Если проводилась общая анестезия, то на продленный ИВЛ пациентка в условиях седации и тотальной миополигии транспортируется в палату инстинксивной терапии. Но то, что нас с вами раньше учили, что пока проводится противосудорожная терапия, то есть двое суток рекомендовалось проводить и противосудорожную терапию, и искусственную вентиляцию легких, сейчас нет таких временных интервалов. И искусственной вентиляцией легких, в ней нуждаются реально не более 50% женщин с эклампсией, и должна проводиться индивидуально у каждой конкретной женщины. Показаниями для продленной ИВЛ реально являются кома, кровоизлияние в мозг, сочетание с коглопатическим кровотечением, сочетание с каким-либо шоком, острое легочное повреждение, острый респираторный дистресс, синдром маляролярный отек легких, нестабильная гемодинамика либо резко прогрессирующая полиорганная дисфункция, недостаточность. При проведении продленной ИВЛ необходимо обеспечить режим нормы вентиляции. Это тоже особенность, потому что раньше всегда у нас были рекомендации гипервентиляции, умеренной гипервентиляции. В итоге, конечно, никто не проводил умеренно, а все проводили избыточную гипервентиляцию, что в свою очередь повышает спазм сосудов и, опять же, ухудшает прогноз для головного мозга, отек головного мозга. Поэтому режим нормы вентиляции и в первые часы уже после родорасрешения необходимо оценить уровень сознания, степень неврологических нарушений. Для этой цели первыми отключаются, конечно, миорелаксанты, оценивается судорожная готовность. Если нет судорожной готовности, то следующим этапом отменяются все седативные препараты, но за исключением именно магнезиальной терапии, которая обеспечивает в этих случаях противосудорожный эффект. После окончания эффекта седативных препаратов, а вы должны понимать, что, допустим, барбитураты имеют след до 24 часов после действия, поэтому в течение суток мы должны ждать появления сознания. Если же в течение 24 часов не появляются элементы сознания, вот тогда необходимо как раз проведение компьютерной, магнитно-инзонансной томографии, для именно уточнения диагноза, для диагноза с тем огромным списком заболеваний, которые я перечислил. Если же восстанавливается сознание, пожалуйста, то ИВЛ прекращается по общепринятым канонам, потому что искусственная вентиляция легких это заместительная терапия, и она проводится на то время, когда есть что-то замещать. Если это кровопотеря, то восстановили кислородную емкость крови и уже можно уходить от искусственной вентиляции легких, если нет дыхательной недостаточности. То же самое и здесь. Нет судорожной готовности, нет показаний для искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия эклампсии после родоразрешения. Продолжается капельное введение окситоцина. Препараты споренгии, метилоргометрии, энергобревин противопоказаны. Так как повышают артериальное давление. Антибактериальная терапия широкого спектра действия. Очень важна ранее нутритивная поддержка, которая доказана при всех критических состояниях. Лучше через назогастральный зон с первых часов после операции. Магниесульфат не менее 24 часов. Раньше было 48 часов, сейчас 24. Считается, что в условиях реанимации отделение интенсивной терапии при соответствующем мониторинге возможно заканчивать противосудорожную терапию магнезиальную через 24 часа после инцидента либо после родоразрешения. Антигипертензивная терапия при АД диастолическом более 90 мм. Конечно, профилактика тромбоэмболических осложнений, но об этом мы поговорим отдельно. И в зависимости от конкретной ситуации объем интерапевтиционной кровопотери может быть, конечно, изменен. Хелп-синдром. Что такое Хелп-синдром? Вейнштейн впервые отделил это понятие от преэклампсии в 1982 году. Классический Хелп-синдром включает триаду. И вы видите аббревиатуру сама по себе. Это гемолизис, гемолиз. Это элевейтит ливензимы с повышением уровня ферментов в печени. Это тромбоцитопения, лоуплетелит, низкий уровень тромбоцитов. В настоящее время, и это очень важно, запомните, Хелп-синдром расценивается как вариант тяжелой преэклампсии или ее осложнения. Но можно выделять полный Хелп-синдром при наличии всех трех компонентов вот этой триады. А можно частичный, наличие одного или двух компонентов. То есть даже один компонент. И уже мы можем говорить о Хелп-синдроме, то есть об осложнении тяжелой преэклампсии. Но какой это компонент обязательный? Обязательным компонентом является тромбоцитопения. То есть только при наличии тромбоцитопения мы можем говорить уже о Хелп-синдроме. Эпидемиология развивается до 1% всех беременностей, до 20% осложняет тяжелую преэклампсию, в 70% случаев развивается до родов, с наибольшей частотой между 27 и 37 неделями, 10% до 27 недель, 20% после 37 недель. И если говорить о среднем возрасте, то, конечно, Хелп-синдром старше, чем преэклампсия. Если преэклампсия – это юные первородящие женщины, то Хелп-синдром – это возрастные, повторно родящие. По крайней мере, это касается большинства белых с Хелп-синдромом. Хелп-синдром развивается в течение 48 часов после появления протеинурии и гипертензии, но в 10-20 случаях отсутствует и протеинурия, и гипертензия. Характерно внезапное начало, и могут быть такие, как называемые малые симптомы, на которые должны вас обязательно настраивать на тщательный мониторинг таких пациенток. Это чрезмерная прибавка веса в течение беременности и генерализованные отеки, которые встречаются в 50% случаев у пациенток, у которых вследствие может развиться Хелп-синдром. Диагностические критерии. Ну, это теннинси классификация Сибая, как раз Пака Сибай, который я вам говорил, патриарх изучения при эклампсии, эклампсии Хелп-синдрома. И тройная классификация Миссисипи, 3 класса, которая сейчас принята по уровню тромбоцитов. Это количество тромбоцитов менее 50, который самый тяжелый, конечно, катастрофический Хелп-синдром. Это количество тромбоцитов менее 100, и количество тромбоцитов менее 150, но вы видите, также сочетаются и с гемолизом, и с повышением уровня печеночных ферментов. Осложнение Хелп-синдрома. 75% риск тяжелой материнской заболеваемости при уровне лактатной гидрогеназы более 1400 международных единиц, АСТ более 150, АЛТ более 100 и мочевой кислоты более 460 ммоль на литр. Но самое главное – это клиническая симптоматика, это нарушение зрения, боли в эпигастре, рвота, которые являются более качественными предикторами тяжелых осложнений. Наиболее частые осложнения из которых – это отслойка плаценты, это ДВС, это послеродовое кровотечение. Спонтанный подкапсулярный разрыв печени при беременности редок, где-то, ну, в зависимости от статистики, один случай на 40-250 тысяч родов и 1-2% от всех случаев Хелп-синдрома. Чаще происходит в правой доле. Клиника – сильные внезапные боли в эпигастре с радиацией в правый верхний квадран живота, спины, правое плечо, анемия и гипотензия. Диагностики поможет УЗИ, КТ и МРТ. Может происходить также и в послеродовом периоде, поэтому не надо расслабляться. И описаны несколько случаев инфаркта печени при сочетании антифосфолипидного синдрома и Хелп-синдрома. Биолатеральная потеря зрения – редкое офтальмологическое осложнение. И, как нам раньше говорили, при тяжелой преклампсии это осложнение благоприятное, что зрение потом возвращается, восстанавливается. На самом деле это не так, 50-50, зрение может восстановиться, а может и не восстановиться. Кровозлияние в мозг до 1,5% от всех случаев Хелп, до 40% при возможности использования КТ и МРТ для диагностики. Риск считается не увеличиваться во время беременности, но велик в течение нескольких недель послеродового периода. Неврологические осложнения редки, но так как Хелп-синдром – это осложнение тяжелой преклампсии, это синдром системно-воспалительной реакции, то вы видите повышенный риск гематом и нагноений после операционных ран. Какое ведение этих пациенток? Три основные момента. Это немедленное родоразрешение при сроке беременности 34 недели и более. Это роды в течение 48 часов после постановки диагноза стабилизации состояния матери и кесарево сечения при сроках 27-34 недель, что и составляет подавляющее большинство случаев. И консервативно выжидательно на срок более 48-72 часов при сроках до 27 недель. И также кесарево сечение показано в большинстве процентах случаев. Конечно, во всем мире принято родоразрешать немедленно по пациентам, особенно при сроке более 34 недель. Но вот есть одна страна в мире, это Нидерланды, где беременность пролонгируется на больший срок. Это у них распространенная практика. Что же они делают? Они проводят вот такое немедленное кесарево сечение при ухудшении материнского состояния. Они считают, что у них небольшая страна, хорошо развито здравоохранение, хорошо развиты дороги. И что любую пациентку они могут родоразрешить именно при ухудшении материнского состояния. Что это им дает? Много ли они пролонгируют? Да нет, не больше 3-7 суток. То есть, в принципе, я так понимаю, что ничего особенного им не дает, потому что за это время ни ребенок не вырастет, а риски для матери как раз увеличатся. И, конечно, любое пролонгирование возможно только в условиях перинатального центра. Какие препараты? Это глюкокортикоиды. Очень много о них спорили. Полезны они, не полезны при Хелп-синдроме. Но и все-таки пришли к тому, что глюкокортикоиды повышают количество тромбоцитов, повышают возможность, опять же, проведения региональной анестезии с этим, хотя вроде бы как не влияют на течение, на неонатальные исходы. Дозировка 24 мг внутримышечно или внутривенно дексаметазона по 8 мг трижды, либо там рекомендации по 12 мг дважды, по 10 мг дважды, потому что у них просто другая дозировка, если брать западные страны. Свежезамороженная плазма, от которой никуда не деться. И здесь есть для нее показания, потому что это развитие часто ДВС-синдрома. И вот в этой ситуации, особенно в сочетании с антифосфолипидным синдромом, при катастрофическом Хелп-синдроме проведение плазмофереза в режиме плазмообмена над трансфузией свежезамороженной плазмы. То есть мы должны убрать 80-100% объема плазмы циркулирующей и вернуть донорскую плазму над трансфузией. Если же есть гемолиз, если есть у нас снижение диуреза, то необходимо проводить форсированный диурез, и если есть возможность, проводить гемодиализ. Это такая ситуация, когда мы уже не ограничиваем, не редуцируем инфузионную терапию, как при эклампсии, а как раз проводим инфузионную терапию со стимуляцией диуреза, для того, чтобы защитить почки от гемолиза, от гипоксии.